Вдохнули, не дышать. Дышите, одеваемся. Флюорография – это одно из 12 исследований, которые делают во время диспансеризации. Сегодня и завтра их можно пройти на специализированной медицинской выставке. Кровь на сахар и холестерин, проверка глазного дна, электрокардиограмма. Здесь есть оборудование для всех основных тестов, причем результаты готовы сразу. До сих пор я сдавала кровь из пальца только в случае крайней необходимости, потому что каждый раз мне было очень больно. Тут я впервые попробовала метод безболезненного забора крови и даже ничего не почувствовала. Десятки специалистов из поликлиник города и краевой больницы принимают посетителей. Среди них окулисты, лоры, хирурги, ортопеды и, разумеется, терапевты. Пройти диспансеризацию здесь можно буквально за два часа. В поликлинике мне бы понадобилось месяц, от недели до месяца. Ну и еще очень большой нюанс, что деток и детей с особенностями, и деток обычных берут специалисты-волонтеры и играют с ними в комнате для детей. А родители в это время могут пройти все кабинеты, которые им необходимы. На площадках выставки посетители проходят экспресс-тесты на самые распространенные заболевания. Например, анкета из 14 вопросов и беседа с психологом покажет наличие депрессии или тревожного расстройства. Пообщавшись с работниками онкоцентра, можно выяснить степень риска развития рака. А пройдя тест на память и интеллект, узнать, насколько требуется визит к неврологу. Впрочем, выставка открыта не только для пациентов. Для аудитории целевой, которыми являются специалисты в области здравоохранения, это форматы именно общения. То есть круглые столы, посвященные актуальным проблемам не только организации здравоохранения, но и таким дисциплинам, как кардиология, хирургия, неврология. Выставка продлится до вечера 17 марта, но пройти диспансеризацию можно будет только завтра. А в субботу посетители ждут лекции для молодых мам и консультации для людей, страдающих хроническими болями. Мария Антюшева, Денис Тимошенко, Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова